Доброе утро, уважаемые трейдеры! Рад приветствовать вас на сегодняшней торговой сессии. Публикация результатов голосования на референдуме Великобритании завершилась. Согласно последним данным, соотношение сторон составило 48,1% респондентов, желающих остаться в составе Европейского Союза, и 51,9% британцев, желающих выйти из Европейского блока. Всего в голосовании приняло участие 33,551,000 человек по всей Великобритании. С момента обнародования первых данных в английском Сандерленде спровоцировалось колоссальное падение фунта, продолжавшееся до сегодняшней европейской сессии. Потери пари фунт-доллар на сегодняшних торгах составляли невероятные 1750 пунктов, однако сейчас пара откатилась и актуальная котировка 1,3660. Вчерашняя сессия не вызывает столько интереса, сколько сегодняшний обвал. Скажу лишь то, что за вчерашний день фунт рос на фоне публикации опросов в общественном мнении, согласно которым большинство было настроено голосовать за сохранение членства в ЕС. В связи с этим пара по итогам вчерашней сессии подорожала на 171 пункт, завершив торги на уровне 1,4867. Что касается сегодняшних торгов, то выход Великобритании из состава Европейского Союза грозит дальнейшим падением британской валюты. Учитывая вероятность сохранения высочайшего уровня волатильности, скорее всего, стоит воздержаться от торгов на сегодняшней сессии. На прошедших торгах курс доллар-иены вырос на 172 пункта, а сопротивление 105.50 было успешно пробито. Пара завершила торговую сессию на отметке 106.12, однако уже сегодня, не сумев протестировать сопротивление 107 йен за доллар, пара рухнула с отметки 106.80 до ноябрьского уровня 2013 года в 99 йен за доллар, тем самым резко повысив шансы на интервенции со стороны Банка Японии. Тем не менее, данный сценарий, скорее всего, будет реализован лишь в случае закрепления цены ниже уровня 100 йен за доллар. В настоящий момент наблюдаем откат в сторону роста, актуальный курс 102.36. По паре сегодня мы ожидаем возвращение в область 102.50-103 до конца сегодняшних торгов. Хорошие результаты демонстрирует пара австралийский доллар и американский доллар. Наш сигнал на продажу, по которой сработал на прошедших торгах, в течение сессии наблюдался рост на 104 пункта по итогам торгов до отметки 0.76.01. Однако по мере тестирования сопротивления 0.75.80, пара скорректировалась к нашей точке входа 0.75.65, о которой мы говорили на вчерашнем брифинге. Несмотря на последующую просадку, терпеливые участники рынка были вознаграждены. Плавающая прибыль под данные сделки на настоящий момент составляет 240 пунктов. На вчерашней сессии пара евро-доллар укрепилась на 87 пунктов благодаря снижению инвесторских опасений касательно рисков Brexit. Участники рынка меньше ориентировались на выход фундаментальной статистики по ЕС и США, сконцентрировавшись на публикациях опросов общественного мнения по референдуму. Тем не менее, во Франции и Германии было зафиксировано снижение индексов деловой активности Market в секторе услуг и в производственном секторе. Однако в целом по еврозоне мы наблюдали улучшение экономических условий в производственном секторе. Индекс вырос до отметки 52,6 пункта при прогнозе сохранения майского уровня 51,5. А сектор услуг также оказался подавлением, снижение до отметки 52,4 при прогнозе роста до уровня 53,4. В США данные оказали локальную поддержку доллару во время публикации в 15.30 по Москве. Количество первичных заявок на пособие по безработице составило лишь 259 тысяч, хотя прогноз был 270 тысяч заявок. А число вторичных сократилось до отметки 2,142,000 при прогнозе 2,150,000. Индекс PMI в США в июне вырос до уровня 51,4, превысив прогноз 58 и майское значение 50,7. Самое интересное случилось уже на сегодняшней сессии. С момента публикации результатов голосования евро дешевел против доллара наравне с фунтом, однако при втрое меньшей волатильности. К 7 часам утрам по Москве потери пары евро-доллар составляли 372 пункта, актуальная котировка 1,1045, хотя до этого наблюдалась просадка в 521 пункт. Но на сегодня по евро-доллару мы не исключаем краткосрочные коррекции в сторону 11 фигуры. Российский рубль на торгах четверга подорожал на фоне роста спроса на рисковые активы и за счет оптимистичных прогнозов по сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. Тем не менее, нефтяная коррекция вниз с максимумов азиатской сессии 51,06 доллара повлияла на слабое открытие российской валюты, тем самым образовав гэп вниз по рублю на 25 копеек. Несмотря на это, рубль в дальнейшем возобновил рост во многом благодаря ослаблению доллара на рынке, а также из-за снижения рисков выхода Великобритании из ЕС согласно предварительным опросам. Помимо этого, сократился спрос на американскую валюту, который активно рос в среду, что также повлияло на позиции рубля. К концу сессии пара доллар-рубль подешевела до отметки 63,93 на 57 копеек. Тем не менее, учитывая аномальную волатильность на рынке сегодня ночью из-за постепенных обнародований результатов голосования, рубль, скорее всего, резко подешевеет на открытии, в том числе из-за снижения нефтяных цен до отметки 49,13 долларов за баррель. По итогам вчерашней сессии нефть Brent прибавила в цене 79 центов на основании предварительных прогнозов по Brexit. Помимо этого, поддержку ценам оказывали данные среды сокращения запасов на распределительном центре США Cushing на 1,3 млн баррелей, хотя ожидалось сокращение на 250 тыс. В течение всей сессии нефть торговалась разнонаправленно в диапазоне 1 доллар и 10 центов параллельно с проходящим голосованием, а на закрытии был обновлен максимум 9 последних сессий до уровня 51 доллар и 68 центов за баррель. Уже на сегодняшних торгах нефть Brent резко подешевела из-за результатов голосования в Великобритании и судя по обликованным данным, а также на фоне резкого падения евро и фунта. Потери нефти на данный момент составляют 4,35%, а актуальный курс 48 долларов 88 центов за баррель. Выход Великобритании из состава Европейского Союза грозит ослаблением не только британской валюты, но и нефтяным ценам. Вполне вероятно движение фьючерсов Brent сегодня в сторону 47 долларов и 50 центов за баррель. На сегодня результаты голосования Великобритании останутся главными драйверами рынка. Если же нынешнее падение европейских валют все-таки исчерпало себя, то можно рассчитывать на незначительную коррекцию курсов. В 11 часов по московскому времени запланированы публикации от исследовательской группы IFO по индексу деловых настроений, индикатору оценки текущей ситуации и индексу экономических ожиданий в Германии. Во второй половине дня в 15.30 выйдут данные по заказам на товары длительного пользования США, а также индексу потребительского доверия Reuters Michigan в 17 часов. А в 8 вечера нас ожидает отчет от Baker Hudges по активным нефтяным платформам США и их изменению за прошедшую неделю. Ну а на сегодня это все. Надеюсь, из сегодняшней рыночной динамики вам удалось получить максимум прибыли, чтобы спокойно провести сегодняшние торги и отдохнуть на выходных. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok